Друзья, всем привет! Большое спасибо, что смотрите Такое же большое спасибо, что комментируете Даже иногда комментарии по делу И по интересу Не отстающие от самого видео И в общем Ну, чтобы не затягивать Давайте начнем Я изначально напомню В чем у нас Была в предыдущем видео проблема Так, у меня стоит старт Окей, мультипл Я хочу напомнить, на чем мы остановились То есть мы создали MBC клиента Мы попытались его авторизовать на Identity сервере Он нам выдал ошибку Сейчас мы ее, наверное, увидим Да, я нажимаю секретную область вход И вот я вижу, что у меня произошел редирект Как вы видите На сервер 100001 Это сервер ААА авторизации Ну и прежде чем начать Давайте установим все В изначальное положение Откроем контроллер И, в общем-то, давайте Креативить Но перед тем, как начать Я совершенно забыл Мне поступила просьба Объяснить, как можно изменить URL, который создается Вот этот вот аккаунт Слэш логин Ну и давайте тогда я просто изменю И как бы это будет ответом на вопрос Но, на самом деле, это очень просто найти Если говорить про то, что у нас есть Интерэкшн Тот самый Авторизейшн флоу То здесь есть где-то должен быть Вот логин URL И, собственно говоря На основании вот этой документации Можно Вот здесь вот В identity сервер Options Давайте перезададим другой URL Так Config А, я Options назвал Ну пусть будет Options Логин User Interactions Точка Вот Логин URL Ну давайте назовем его Не аккаунт, а допустим АОС Ну пусть будет логин Все-таки И сейчас, если я запущу приложение Ну вернее, не если, а когда То мы уже увидим Не аккаунт Слэш Логин Ой, я неправильно написал Да Напечатался Ну давайте проверим, что будет Ну, в общем-то Как вы видите Она подставила тот самый ОС Логин Без всякого слэша Давайте я поправлю это И будем уже делать этот контроллер Shift F5 Остановить процесс И пусть будет ОС Слэш Логин Ну и соответственно Мы должны находиться В Identity сервере Создать новый контроллер Давайте его назовем ОС Контроллер Давайте его унаследуем От контроллер Ну и Как обычно Сразу же я создам Роутин И после этого Еще как раз тот самый Логин Это будет View Потому что мы будем создавать Форму Здесь я снова создам Роут Action Так что-то у меня тут уже Мышка мешается Action Логин View Ну и Таким образом Давайте нарисуем Так у нас есть Логин Нам потребуется Ну во-первых Как вы помните Там на В сообщении В смысле не сообщение А в редиректе был Обязательно String Return URL То есть это то Куда нужно будет вернуться Нашему Нашему реквесту После успешной Аутентификации Ну и раз у нас есть Логин Который Открывается на просмотр У нас также Собственно говоря Должен быть и Другой Логин Который должен быть Уже с другим HATATP POST То есть это когда уже К нам придет Не сам Ну не Не ретурн URL А непосредственно ViewModel Ну давайте его назовем Логин ViewModel Пусть будет Model И так далее Control КД Так что-то здесь я неправильно Написал И я пока Понять не могу Что Метод HaveReturned Понятно А почему Вот эта съехала Ну конечно Я не поставил Одну Одну штуку И теперь Давайте Во View Создадим У нас тут аккаунт Есть AccessDenite Но это Не про нашу песню Не знаю Как он здесь появился Давайте его удалим И создадим Новую папку Которая называется OOS И в ней Создадим Так В ней мы еще Создадим Логин В форму CS HT Mail И я Знаете Как сделаю По-хитрому Я уже Скопирую То Что мы Когда-то Делали Вот у нас Логин Admin Да Логин у нас Форма есть Я сделаю Control С Закрою Теперь Вставлю Все И мне Только останется Так У меня еще Нужен Логин ViewModel Давайте я его тоже скопирую Прямо вот сюда В Identity Server Создадим папку ViewModels И вот в эту папку Ctrl V Мне останется Поменять Namespace Отлично Сохраним Теперь на форме У нас есть Authorization Да ViewModel Так Здесь у нас Насколько я помню Давайте сделаем Partial А У нас здесь нету Паршила У нас Здесь вообще ничего Должна быть просто Одна форма Логина И Давайте я удалю Лишние штуки Всякие Вот так Вот у нас остается Форма Контроллер у нас AOS Логин Только уже Post Здесь Логин Все отлично И давайте Поставить Ага Здесь теперь ViewModel Нам нужно поставить Я в 12 На правильный Левлимодел попал Да На правильный Return URL External У нас конечно же Здесь не будет Потому что Мы Мы уже и так На нем находимся Нам уже дальше Ити собственно говоря Некуда И давайте здесь Поставим Брияку И посмотрим Что в ViewModel Приходит Но перед тем Как Давайте сделаем А Required State Required State Return URL Может быть не Required Но мы оставим Здесь Required В данном Контексте Это обязательно И сейчас Я запущу Мы должны Попасть На эту Форму Давайте Проверим Что это Так Именно и будет Нажимаем Секрет Попадаем На ту Форму Которая Уже Находится Непосредственно На Identity Сервер Сейчас Такой Некий Аналог Выплывающего Окошка Когда вы Нажимаете Facebook Или Вконтакте Вот сейчас Примерно То же самое Ну и давайте Здесь Какой-нибудь Там Ну не Будет Пусть будет Аркадий Тот самый И Паспорт Нажмем Логин Мы попали На форму С логином У нас Есть все И как вы видите Return URL У нас У нас Уже Есть Он Знает Куда Нужно Заредиректить После того Как у нас Это все Успешно Случится Ну в общем-то Можно считать Что Получилось Ну и Что собственно Гра дальше Смотрите Мы сделали Редирект С одного Сервера Который Называется MVC На другой Который Называется Identity Сервер Мы открыли Форму На этом Identity Сервер И Нам Теперь Пользователь Должен Откуда-то Появиться Да Ну Мы Я думаю Это сделать До конца Правильно То есть Я хочу Подключить Entity Framework Подключить Microsoft Identity Подключить То есть Сид Да Настроить Пользователя Чтобы он Автоматически Появлялся В базе Данных При старте Приложения Я думаю Что это Будет Enemory Потому что Реально В базу Данных Писать Ну на самом деле Пока Не требуется Вот Дабы Упростить Процесс Ну и После этого Потребуется Еще Identity Сервер Склеить С этим Самым Microsoft Identity Который Будет Лежать В Entity Framework Core Ну и Давайте Вот Это Сейчас Прямо И Проделаем Ну и Первое Что я хочу Заметить Мы уже Это Делали И На самом Деле Не раз Я Поэтому Возьму Package Reference С проекта Другого А давайте А нет Там у нас Наверняка Что-то Есть И Вот так Просто Скопирую И В Identity Сервер Дабл Клик Просто Вставлю Теперь у нас Есть Identity И Visual Studio Теоретически Должна Установить Все Ногет Пакеты Да Это Произошло Ну или Почти Теперь Точно Ну и Соответственно Если У нас Есть Database Я Собственно Геро Могу Отсюда Взять И Настройки Например Например Вот Эту Часть Это Б Context Это Application Cookies Ну Это Нам Пока Не Нужно Давайте Пока Возьмем Identity Да Давайте Возьмем Базу Для начала Самым Первым Делом И В Identity Сервер Ставим Папку Дату Ставили Application ДВ Context У нас Есть Немножечко Поменяем Namespace Есть Application User И Я Вы знаете Я Не буду Использовать Оверрайт На Гуит Я Сделаю Стандартным Чтобы Было Меньше Мороки Пусть Будет Стринг Как Идентификатор Ключа Первичного Так У нас Еще Некоторое Количество Ошибок Здесь Мне Нужно Соответственно Указать Identity User Здесь Соответственно Нужно Identity User Ну И Last Name И Еще Name У нас Нету Мы Поэтому Не Будем Использовать Это Нам Тоже Не Нужно Climb Администратор Ну Собственно Главное Запомнить Что User Name User А Паспорт Такой же 123 Q Дальше Ошибок У нас Нет Проверяем Build Дальше Собрался Ну И Раз У нас Уже Теоретически База Появилась Давайте Проверим Что Оно Работает Нужно Вернуться Аус Контроллер И Сюда В Конструктор Добавить Соответственно User Давайте User Manager Identity User Это Будет У нас User Manager Alt Enter Нажимая Менери Шарпер Любезно Добавить Все Что Нужно Давайте Сделаем Здесь Сразу Если Model State Is Valid Ну Вернее Если Он Invalid В Хорошем Смысле Да То Нам Нужно Сделать Return View Но Опять Ж Вернуть Обратно Этот Model И В Противном Случае Нам Нужно Нам Нужно Пользователя Аутентифицировать То Есть Нам Нужен Sign In Manager Я Наверное Зря Поспешил Добавил User Manager Ну Нам В принципе Он Потребуется Для Того Чтобы Создать Ну То То Зарегистрировать Нового Пользователя Sign In Manager Identity User Это Будет У нас Sign In Manager Запятая И Вот Так Сделаем Еще Да Хочу Нет Я Так Хочу Да Хочу Вот И В общем То Мне Нужно Сделать Здесь Sign In Manager Password Sign In И В общем То Мне Этого Пользователя Теперь В общем То Соответственно Нужно Найти Await Давайте Для начала Сделаем Здесь Напишем Нет Не здесь Конечно А Вот Здесь Var User Равен User Manager Get User Ising И Climb Нет У нас Climb Пока Нету Get User By Name Да Нет Get User Name Id Identity Name Сейчас Найдем Где Честно Говоря Ну конечно же Find Господи Find User By Login Model У нас Будет User Name И Соответственно Что-то Лишнее Да Стринг Login Login Provider Стринг Provider By Login Provider Нет Что-то Я Не то Нашел Да You Find By Name Наверное Да Наверное Я уже Совсем Старый Стал Так Ну И В общем Раз У нас Есть Пользователь Мы Его Давайте Если User Равен Ну Тогда Return View И Давайте Поставим Опять Model А здесь Добавим Model State Ad Error Давайте Вот так Напишем UserName И Запятая User Node Found Found А здесь Соответственно Нам нужно Указать Дополнительный Так Это нам Сами Manager И пишем Model Password И Запятая И запятая Поставим False И False И Этот У нас Результат Так Что у нас Тут не так Стринг У Pursistent Pursistent Identity А Ну конечно Здесь Должен быть Wait И Теперь Это у нас Возвращает SignInResult Var SignInResult Если SignInResult Сucceed То Return Redirect Ну и естественно На Return URL То есть Мы Пользователя Проверили Что он Существует Если Не существует Сказали Что Они Выдали Об этом Сообщение Потом Залогинили Его И Вернули Обратно На страницу Ну В общем Я не буду Делать Все остальные Да Там Проверки Sign Типа SignIn Нет Конечно Неправильно SignInResult Тут Тут Можно Проверить Он Заблокирован Или Ему Неразрешено Или Существует Двуфакторная Реализация Ну В общем Я В любом Другом Случае Если Что-то Пошло Не так Тоже Буду Возвращать Model И Наверное Сделаю Еще Ну Давайте Вот так Сделаю И Здесь Просто Добавлю Что Не Юзер Нем А SignIn Result Ну Пу Так Ну Давайте Давайте Так Something Went Wrong Вот Написал Ну В общем Что-то Пошло Не так И Это Как бы На Вашей Совести Ну И В общем То Самое Смешное Что Теперь Того Пользователя Нужно Добавить Давайте Зайдем В Database Anishalizer Он У нас Есть Только Я Назову Теперь Правильно Сделаю Rename И Теперь В самом Файле Programs Сделаю Такой Var Host Равен И Мы Теперь Его Сделаем Вот Так И Здесь Напишем Host Run И Раз У нас Теперь Есть Хост Мы Теперь Можем Сказать Var Scope Host Services Create Scope И Нет И Нам Нужно Здесь Сказать Scope Точка Services Вот И Теперь Можно Проверить Что у Нас Сработает Хотя Сейчас Давайте Еще Посмотрим У Нас Так База Memory Application Это Количество Паролей Сторуд Ну Теоретически Все Должно Сработать Давайте Запустим Снова Все Проекты Так У нас Есть Какая Ошибочка И Мы Думаем Она Какая У нас User Manager Не Зарегистрирован Он Null Поэтому Получилась Фигня Ну Это Для Этого Нужно Пойти И Вот Сюда Так Сейчас Я Найду Identity Сторос Так Друзья Я Кажется Совершил Какую То Гадость Потому Что Я Нахожусь Authorization Database У Меня Вот Это Ж Вот Самая Ну В частности Вот Этого Должно Находиться Identity Server Startup Ну Да Я Получается Ну Сорян И Про Старуха Бывает Порнуха Как говорится Да Да Хочу И Здесь У нас Соответственно Будет Identity И Здесь У нас Будет Identity Roll Ой Опять И Да Хочу Вот так И Теперь Снова Запустим Да Как-то Я Неудачно Скопировал Прошу Прощения Ну Ура Запрыгали Программисты Ну А как же мы Это Сделаем Ну Это Говорит Я Стратег Я Не Тактик Дальше Кувыркайтесь Сами Все Получилось Мы Заходим На Секрет Мы Редиректимся На Identity Сервер Здесь Пишем User Здесь Пишем Q123 Login Мы Попадаем В Метод Login Bmodel Валидный Пользователь Найден Да Он Самый Мы Делаем Sign In И Получаем Ошибку Отлично Давайте Смотреть Что у нас В этот раз Не получилось Ну да Собственно Говоря Единственное Что осталось Делать Это Решить Вот эту Проблему Sub Climbs Is Missing Это Говорит О том Что Identity Сервер Не Получил Нужного Клайма И Чтобы Он Получил Нужно Соответственно Так Давайте Что-то Я Закрою Все И Сверну Все И Разверну Только Identity Сервер И Возьму Только Этот Startup Стартап Здесь У нас Есть Identity Сервер И для Того Чтобы Он Заработал Корректно Нужно 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 Этому Identity Серверу Сказать Чтобы Он Использовал Asp Net Identity Так Я не Помню Давайте Я Сейчас Сделаю Это Вот Таким Способом То Есть Метод Антыка Понятно Что Помнить Все Невозможно Но Нужно Знать Что И Где Искать Identity Сервер И Здесь У него Есть Вот Asp Net Identity Вот Этот Вот Штуку Нужно Установить Вот Этот Ногет Пэкедж Как раз Окончательно Склеивает User Identity Который В Entity Фреймворке И С тем Самым Вот Пользователем Который Будет Обрабатываться В Identity Сервер Я Вот Так Сделал Identity Сервер Давайте Проделаем Еще Раз Эту Операцию Вот У нас Юшка Запустилась Давайте Снова Откроем Новую Чистенько Preserve Лог Стоит Делаем Редирект А вторая С клиент Логин Все Логично Пишем User Пишем Раз Два Три Кве Нажимаем Логин Проходим Опять Ну Бряку Я думал Что Можно Убрать Смотрите Мы Прошли Авторизацию Сакис Фольный Вернее Саксидит Прошу Прощения За Жаргон И Запускаем И Где Наш Браузер Вот Мы Получили Другую Ошибку Эта Ошибка Тоже На самом Деле Не Ошибка Смотрите Вспомните Когда Вы Делали Логин Через Допустим Facebook Или Вконтакте Или Twitter Или Еще Какой Ни Другой Провайдер После Того Как Вы Ведете Подтверждаю Или Ведете Логин И Пароль Появляется Страничка На которой Написано От вас Там То есть Провайдер Запросил Такую Информацию И Вы Подтверждаете Что будете Использовать То есть Consense Это Как раз Список Тех Разрешений Которые Вы Предоставляете Этому Провайдеру В общем Я Эту Страничку Делать Не Буду Как Вы Видите Она Тоже Должна На Identity Севере И По Адресу Consent В общем Тоже Можно Поменять URL И Не Написать Что Такой Это Сервис Запрашивать Такой Это Данные По Вашему Логину Вы Говорите Да Я Хочу Но Я Не Буду Этого Делать Я Просто Отменю И Хочу Показать Как Это Делается В Конфигурации Вот Этого Самого Клиента Нужно Поставить Параметр Который Называется Require Consent Ravent False Ой Вот Теперь У меня Эта Страничка Запрашиваться Не Будет И Соответственно Давайте Сделаем Очередной Логин Нажму 12 Нажму Секрет Redirect After С Иконку Не Нашли Проблема User 123 Que Login Ну И Как Вы Видите Мы Попали На Страницу Секретов В общем Можно Сказать О том Что Мы Уже Авторизованы Более Того У нас Повторный Login Не Потребуется Потому Что У нас Пачка Куки Уже Вот Есть Ну И Нужно Немножечко Пока Есть Видео Время Я Объясню Смотрите Сейчас У нас Здесь Много Куки Вот Это Форма Аутентификация То есть Anti Forgery Куки Они Как бы Относятся К форме В общем Мы Про него Пока Забываем Ключевой Момент Вот В чем У нас Есть Куки Куки Смотрите Сайз У них Немножечко Больше Чем Там Определенное Количество Вот Этот Вот У нас Называется Давайте Пошире Сделаю Чанк То есть Это Как Б Цепочка Грубо Говоря И Вот Она Себе Содержит Два Куки Один Потому Что Он Больше 4.0 Ну То То В Каждого Браузере Есть Определенное Количество Бай Для Куки Ну И Если Оно Превышает То Создается Там С номером Два И В общем Как вы Видите Пошло И поехало То есть Основные Куки Я сейчас Сделаю Такую Штуку Я сейчас Сделаю Удалить 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 А теперь Нажму На Индекс И Нажму На Секрет Видите Что У меня Эти Куки Снова Восстановились И За Это Отвечает Вот Эта Штука И Вот Эта Вот Штука Вот Эта Сессия Которая Держится На Identity Сервере И Она Собственно Говоря Восстанавливает Ваши Куки Если Я Удалю Ее И Нажму Снова Секрет У Меня Вот Этот Identity Application То есть Это Как бы Основной То есть Сессию Я убил Но Собственно Если Я сейчас Зайду И Вернусь Она Не Восстановится Но Если Я сейчас Удалю Вот Этот Кук То есть Основной И Снова Нажму Redirect То Данные Возьмутся Из Вот Этих Куки И Соответственно Если Удалю Еще Эти Куки То есть Это Сеанс Авторизации А есть Еще Identity То При Повторном Нажатии На Секрет Я Снова Попаду На Страницу Логинов Ну И В общем Если Вот Это Сразу Вот Допустим Убить То Первым Делом То Я Никуда Не попаду Потому Что У меня В Куки Содержится Информация Давайте Нажмем Control F5 И В общем То Ничего Не Сбрасывается И В общем Надо Понимать Что Есть Понятие Identity Token А Есть Понятие Access Token Вот Identity Token Выдается Identity Сервером И Он Идентифицирует Пользователя А Access Token Он Дается Пользователю На Похождение По Разным Ресурсам И В том Числе И Тот И Другой Могут Содержать Разные Клаймы Разную Информацию С разных Мест И В общем Вот Этим Наверное Мы В следующий Раз И Займемся То есть Я хочу Показать Как Как Это Можно Получить Посмотреть Проверить Ну И В том Числе Управлять Этими Самыми Токенами На Этом Наверное Все Я хочу С вами Попрощаться Всего Доброго Продолжение следует